Продолжение следует... В случае достаточно большой нелинейности количество гармоник, оказывающих влияние на движение, было далеко, и всегда находились гармоники, которые оказываются практически в резонансном состоянии, если, допустим, система имеет несколько частот, и поэтому исследование аналитических таких систем очень было затруднено. Ну, некий прорыв произошел, когда, во-первых, был использован метод отображения. Отображение имеется в виду, что мы рассматриваем скачок по времени в динамике эволюции гамильтоновой системы не бесконечно малый, как при решении дифференциальных выравнений, а достаточно большой, сопоставимый, например, с периодом колебаний. Это, естественно, идея достаточно привлекательная, но, естественно, что от такого отображения требуется, чтобы оно заметно сохраняло фазовый объем, чтобы мы действительно оставались в рамках гамильтоновой системы и действительно изучали свойства гамильтоновой динамики. Ну, если так вот схематически записать вид отображения, то это просто соотношения, которые выражают состояние системы, например, инкурсы и координаты в момент Т плюс Дельта Т, если заданы соответствующие значения инкурсов и координат в момент Т. При этом, естественно, в общем случае само отображение может зависеть от времени, если система действительно нестационарная. Ну и главное, так сказать, требование к такому отображению, чтобы оно сохраняло фазы его объема. На самом деле, так сказать, некое подспорье в нахождении таких отображений дает метод производящих функций. Дело в том, что фактически, так сказать, гамильтоновая динамика есть каноническое преобразование. И это легко понять по своей сути, потому что если мы имеем гамильтоновую динамику, она у нас сохраняет фазовый объем все время. Поэтому, если мы находим соотношения, которые связывают наши начальные значения инкурсов и координат с какими-то в нужный момент времени, то в этом случае, так сказать, мы с одной стороны, так сказать, имеем результат гамильтоновой динамики, а с другой стороны, так сказать, поскольку фазовый объем сохраняется, эти новые значения, которые получены для инкурсов, когда можно считать как бы новыми переменными по отношению к старым. Ну и, собственно говоря, когда мы обсуждали канонические преобразования, мы обсуждали такой вариант, когда, скажем, новые канонические переменные, есть начальные данные. Ну и здесь как бы наоборот, предшествующие значения импульсов, это соответствующие значения канонических переменных, которые отображаются в фазовом пространстве в новый набор переменных. Вот. Ну, на самом деле, довольно просто построить для одномерных систем такие отображения, то есть, если мы рассматриваем гамильтонианное, независящее от времени, то тогда фактически, так сказать, производящая функция должна иметь, вот так, на уравнении 60, показано. Если мы, ну, здесь есть два набора величин, координаты x и импульсы p без черты и с чертой. Предполагается, что x и p без черты это исходные значения импульсов и координат, а соответствующие значения с чертой это то, что мы хотим получить через какой-то промежуток времени. Вот. Но здесь фактически мы имеем пример, когда на самом деле мы хотим построить некую гамильтоновую динамику, которая не есть буквально интегрированное уравнение движения, потому что буквально интегрирование уравнения движения приводит к сложным интегралам и, по сути дела, так сказать, мало помогало бы в анализе, так сказать, такой динамики. Вот. Ну а вот здесь мы пытаемся построить, скажем, для системы, которая, гамильтонят, который не зависит от времени, то есть консервативной системы, мы можем построить фактически отображение, которое сдвигает набор импульсов и координат, то есть канонических переменных на... Ну, можно спросить, там в 62-й формуле и x чертой должен быть, под гамильтонианом? Под гамильтонианом? Так, сейчас, вот второй, да? Без чертой, без чертой, без чертой. Сейчас, без чертой должно быть, конечно, да. Нет, она там без чертой просто. Когда... Сейчас, секундочку. Так, здесь, на самом деле, p минус p с чертой вверху, а в низу x плюс x, и p равняется... Здесь отпечатка, естественно. Значит, p равняется... p с чертой равняется p минус дельта... Сейчас... А, нет, 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 прошу прощения. Здесь... Значит, здесь знак равенства пропущен после p и x с чертой. Это фактически что? Сейчас, значит, что здесь записано? Вот у нас имеется производящая функция, и мы можем по переменным... Дифференцируя ее по переменным входящим в нее, в данном случае, функция производящая выражается через старую координату и новый импульс, то есть мы можем, соответственно, выразить новый импульс, то есть мы можем выразить старый импульс и новую координату. Вот это соотношение. То есть мы, фактически, так сказать, дифференцируя, должны получить наше выражение. Значит, для... В первом случае, так сказать... Скажем... Для... Здесь... Здесь... Должно быть что? Вот... Фактически, когда мы дифференцируем, допустим, по x, то тогда мы получаем... Должны получить p, которое равняется, на самом деле, dg по dx. Вот... Дело в том, что мы получаем переменную, которая не входит в производящую функцию, скажем, дифференцируя по старым импульсам, мы получаем старую координату, дифференцируя по старым... Здесь конкретно мы дифференцируем по старой координатам, мы должны получить старый импульс. Вот это записано. И дальше, если мы явным образом выполняем дифференцирование, это равняется у нас p, спиртуя, да? И дальше... Плюс... 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 Дельта... Дх... 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 Вот... Ну и, соответственно... Вот... Ага, что такое? Дх... Дх... Это... Вот... Некий... Гавильтониан. Смысл этого гавильтониана будет такой, что, когда мы устремим дельта, если мы хотим посмотреть, в какой системе это будет соответствовать пределям малых дельта, то тогда у нас, на самом деле, эти уравнения придут дифференциальные, и тогда, фактически, это будет эффективный гавильтониан для случая, когда дельта мало. Ну, не совсем же так же, он от переменных и других зависит, он же не от x, а... То есть, фактически, здесь первое обращение должно дать нам вот такое соотношение, но, естественно, так сказать, если мы относительно новых переменных размещаем, то тогда у нас получится... И, соответственно, так сказать, когда мы дифференцируем по b чертой, то тогда мы получаем, ну, сразу x чертой, да, которая равняется dg по db чертой. И оно же равняется, вот, у нас просто x, вот, и плюс дельта на dh по dp чертой. Значит, что здесь интересно? Ну, на самом деле, это преобразование, ну, фактически, так сказать, нас интересует уразнение в виде вот таком, когда, фактически, так сказать, новые переменные выражаются через старые. Новые переменные сдвинуты по времени на дельта. Вот, ну, здесь, на самом деле, так сказать, конечно, вот, еще важно, чтобы, вот, ну, здесь, на самом деле, действительно, вот, фактически, это является неявным уравнением. Ну, и для конкретных видов h можно разрешить, на самом деле. Вот, смысл этого убеждения, вообще смысл вот этого, как говорится, упражнения состоит в том, что, фактически, мы гарантируем, что, вот, фазовый объем для новых переменных останется неизменным. То есть, фактически, поскольку это, это гарантия следует из того, что мы получили вот этот новый набор переменных через старые с помощью канонического преобразования. Вот. И это, конечно, за это платится некоторая цена. Цена состоит в том, что, ну, если в пределе малых дельта, если дельта стремится к нулю, то тогда, в принципе, так сказать, разность между P' и X' естественным образом уменьшается. То есть, если они бесконечно близки друг к другу, то тогда, вот, из первого уравнения получим P' с точкой равняется, ну, если поделить еще на P', то тогда P' с точкой равняется минус D'H' по D' и, соответственно, X' с точкой будет равняться у нас D'H' по D'P'. То есть, фактически, так сказать, H' это, вот, габельтониан, то есть, система, которая получается в предельном переходе, когда дельта стремится к нулю. Вот. Ну, понятно, что, если мы берем доречный интервал, то вот конкретная динамика, вот, так сказать, вот, которую можно было бы как-то там достраивать. То есть, эффективный габельтониан будет отличаться от этого вот габельтониана, который, скажем, мы, вот, в пределе, как говорится, мы имим P' от P' ну, вот, вот, окупает вот эту, как говорится, неприятность, то, что, на самом деле, как правило, вот эти отображения принимают очень простой вид, их очень легко анализировать и численно, и аналитически. Вот. Ну, в принципе, так сказать, на самом деле, так сказать, есть, вот то, что я сказал, оно следует, вот, на сохранение объема следует из того, что, так сказать, это получено в лицах экономического преобразования, но в качестве упражнения, конечно, можно проделать явно, то есть, вычистить, как бы, негопиан перехода явным образом, и убедиться, что он действительно при переходе от исходных переменных к переменным, то сказать, то есть, от лица дельта, это, как бы, негопиан равен единице. Вот. Ну, это для случая, когда у нас динамика не зависит от времени, то есть, на самом деле, в каких-то ситуациях использование трудоображения тоже вот помогает в изучении, так сказать, сложных систем, потому что, ну, если, допустим, взять случай бильярда, по которым, на самом деле, это, вот, соотношение естественным образом обращается на многомерную систему. Если взять случай бильярда, то, вот, в случае бильярда, конечно, динамика достаточно неустойчива, и, в принципе, так сказать, иметь возможность, как-то, вот, рассмотреть эффективную систему, которая, эволюции, для которой известен законечный период времени, конечно, представляет, ну, большой интерес. Вот. Ну, зависит от времени. В чем проблема? Вот, если зависит от времени, на самом деле, практически то же самое, так сказать, но, просто проще проиллюстрируть. На самом деле, здесь есть немножко, нет некая тонкость. Ну, в общем случае, как бы писать гамильтонян, который, скажем, зависит и от, не возмущенный гамильтонян, зависит, допустим, от координаты и от импульса, а возмущение, допустим, если добавить возмущение, то в общем случае, конечно, соответствующее отображение, так сказать, получается шибко не явно. Поэтому здесь есть некоторый прием, который, так сказать, состоит в том, что изначально рассматривается, например, гамильтонян, который зависит, например, только от импульса. Вот, ну, то есть, фактически, как показано, 63. Вот, и мы, собственно говоря, вот, если имеем вот такую систему, так сказать, независимую от времени, то, конечно, можно сразу построить, как в предыдущем случае. Но если мы хотим, вот, рассматривать зависимость времени, более, так сказать, удобным, для получения, скажем, относительно, скажем, разумного отображения, более удобно рассматривать эволюцию системы, описываемого, как бы, в течение интервала времени дельта в виде свободного гамильтоняна H1, и потом испытывающий толчок, как раз, вот, скажем, сила которого зависит от координата, например, системы. Вот такая вот система с периодическими толчками, вот, вот это, так, здесь у меня тоже, сколько-то поправили. То есть, здесь, на самом деле, это функция от D-MD, вот, D, вот, то есть, фактически, так сказать, это, смысл физической этой функции состоит в том, что, вот, у нас, если функцию времени не обозначить, то, вот, каждый интергал, список каждого интергала дельта, вот, у нас возникает как-то функционный толчок, вот, так, одно и то же силы. Вот, ну, естественно, точнее, нормировано одно и то же силу, но, если учесть, что, так сказать, реальное возмущение еще умножается на V от X, на некоторую функцию защищать координату, тогда получается, ну, это, скажем, вот, толчок еще зависит от положения системы. Вот, ну, это, фактически, так сказать, можно себе представить как некий вот ротатор, который вращается вот вокруг точки. Вот, ну, скажем, если мы рассмотрим некую систему, вот, состоящую, там, из точки подвеса, которая вращается вокруг этой точки подвеса, ну, пока без поля тяжести, да, вот, то тогда это, вот, свободный гектонян, например, может, как раз, вот, описываться вот этот самый H0, просто как P2 на 2, вот, да, вот, на самом деле это, в этом случае H0, он понимает такой же. Ну, и если мы теперь накладываем на эту систему, вот, вот, через равные проведущие времени дельта, полчок, который, так сказать, фактически означает кратковременное включение силы тяжести, например, да, тогда, вот, ну, тогда получается, что вот мы можем, как бы, разбить движение на два этапа, так сказать, на свободное движение, вот, на некие, так сказать, скажем, некое изменение состояния, связанное с действием внешних полей. Ну, и фактически, вот, такая система, она, на самом деле, ведет к достаточно простому отображению. Ну, мы немножко позже скажем, вот, каким образом она сводится, ну, если, скажем, мы дельта устремим в нулю, то есть, интервал времени мы устремим в нулю, то, на самом деле, мы снова перейдем в случай, когда у нас система, на самом деле, вот, и состоит из такого ротатора, просто находящегося постоянно в поликерности. Вот. Ну, и, вот, разумеется, вот, когда у нас толчок конечен, то тогда, скажем, ну, реальная динамика системы, так сказать, уже не сводится к такому буквально габетамиану, который показывал на 63, допустим, а, фактически, так сказать, вот, она состоит из двух частей, свободное движение и ситуация, когда у нас толчок зависит от координаты. Ну, строго говоря, вот, на первый взгляд, кажется, довольно сильное сужение, так сказать, вариантов, но, если, допустим, рассматриваем систему, фактически полностью интегрируемую, и на нее накладываем возмущение, достаточно сильное возмущение, то полное интегрирование означает, что мы можем перейти к переменам, в которых, допустим, габетамиан зависит только от импульсов, и тогда, вот, фактически, так сказать, по каждой из размерностей, так сказать, по паре экономических перемен, у нас будет, как бы, свободное вращение по кругу, так сказать, и вот на эту систему мы накладываем какое-то уже внешнее поле, которое перемешивает вот эти интегрируемые степени с вами. Вот, ну... Вот, после того... То есть, вот это отображение, да? То есть, это был фактически ротатор в поле тяжести, да? Ну, фактически, да. Ну, вот... Тут, конечно, вот уже мы... Формула же сообщественная, о ней стоит, может быть, еще сказать, что это, фактически, так сказать, то отображение, которое, в общем-то, Чирькову принесло мировую славу, поскольку, так сказать, на его основе оказалось возможным проанализировать большое количество, так сказать, интересных режимов нелинейной динамики. Ну, кстати, вот... Какое есть Т большое? Где? Т большое, да? Значит, ну, на самом деле, вот... Когда... Ну, может быть, надо было с самого начала его писать вместо дельта... Ну, фактически, Т это равмодельта, так сказать, ну, и... Фактически, это вот период внешнего возмущения. Т это период внешнего возмущения. Значит, кстати, можно что здесь заменить? На самом деле, так сказать, у нас, фактически, так сказать, движение по координате предполагается ограниченным периодом 2π. И это, как говорится, ограничение принципиальное. То есть, если мы рассмотрим, скажем, просто движение, так сказать, в каком-то переменном по пространству поле, но не компактное движение, то в этом случае, так сказать, у нас система будет, как бы, находиться в инфинитном движении. И, строго говоря, так сказать, этот случай мы обсуждать не хотим. Мы хотим обсуждать случай, когда у нас движение по координате компактное. Это обычно, это ситуация, когда у нас движение частицы ограничено какой-то областью. И, фактически, так сказать, вот периодично получается. Вот. Менее видно, на самом деле, то, что вот есть некая периодичность и по импульсу. Ну, ее легко увидеть вот каким образом, что если мы, например, добавляем к П и по штриху величину. Ну, фактически, просто можно так это показать. Если у нас, если у нас видя координаты, то координаты точки X и X плюс 2 pi. Дальше. Если мы теперь добавим плюс 2π делить на t, то во втором уровне это сдвинет величину кратную 2π. Если мы одновременно p и p с чертой сдвигаем в первом уровне, то мы видим, что вот такая сдвижка действительно ничего не приводит. То есть это фактически означает что? Это означает, что вот фактически у нас... Ну, p у нас при этом... сдвинутый p у нас будет фактически означать... Такой сдвиг, который переводит в равнение самим себя, означает фактически, что вот наше фазовое пространство периодично не только по координате, но оказывается периодичным по ифмусу. И, соответственно, у нас это отображение реально рассматривает не только единственный резонанс, который покоится вблизи точки p равная нулю и x равная нулю, но и еще, так сказать, резонанс, который, так сказать, находится, может быть сдвинут на п п на некий период. Сейчас... Вот оно... Если... Вот... Вот... Приглядеться к этому отображению, то, на самом деле, так сказать, можно увидеть, что вот заменив вот... на самым импульсом, ну, сделав такой рискелинг импульса, то мы можем вот убедиться, что вместо вот двух вот произвольных параметров в этом отображении реально, так сказать, играет роль только один параметр, который, на самом деле, из произведения, так сказать, вот силы толчка на период. Вот. Ну и такое отображение, так сказать, получается уже, ну... Фактически, ну... Зависящим только от одного параметра. Это, конечно, справедливо только для классики. Когда у нас будет вантовый случай обсуждать, то, на самом деле, там обнаружится, что сделать мы не можем. Вот это... Производным образом масштабно импульса менять не можем, поскольку там есть еще, ну, условия, как говорится, фантования момента. И это условия фантования момента, оно нам, фактически, так сказать, внесет дополнительное ограничение. То есть, если в классике мы можем, фактически, в качестве ключевого параметра оставить только один параметр, вот в таком отображении, то в квантомеханике у нас останутся эти оба параметра, которые фигурируют здесь, К маленькая, и вот перевод К большой. Вот. Дальше... Можно поговорить о... на свойствах динамики этого отображения. Вот, фактически, так сказать, то, что я говорил... Вот, когда у нас К малая стремится к нулю, то тогда, фактически, у нас это уравнение, так сказать, так же, как и в случае, так сказать, гавитомиана независимого времени, можно вот рассмотреть, как говорится, пределы вот этих уравнений, которые входят в отображение. Вот. То есть здесь опять можно рассмотреть ситуацию, когда К малую, то тогда, соответственно, после каждого толчка у нас дельта П будет очень много. То есть в пределе, когда К стремится к нулю, фактически, так сказать, это можно снова свести дифференциальным уравнением. Получится уравнение грандиционной ЕКОВИНС. Так, здесь, по-моему, это уже еще... Здесь минус должен быть, а это печатался. Вот. И фактически, так сказать... А, нет-нет-нет, можно не печататься, потому что там дифференцирование косинуса минус будет. Значит, фактически, так сказать, у нас получается, что вот это уравнение, так сказать, снова сведется вот к уравнениям грандиционной ЕКОВИНС. Но, как бы, явная зависимость от времени в этой динамике выпадет, и фактически, так сказать, это будет система, отвечающая такому стационарному грандиционному. Ну, вот, по сути дела, так сказать, это и означает, что при очень малых карт, у нас совершенно естественным образом стоит ожидать именно регулярной динамики. То есть, движение будет регулярное такое, как будто... Раньше, по-моему, в второй лекции обсуждали. То есть, при траекториях лежащих внутри сепаратриси будет движение фактически локализованное относительно минимум потенциала. То есть, если говорить на языке нашего миллимена-малетника, то при малых энергиях у нас будет просто колебание в резине, так сказать, нижнего положения равномесия. И, фактически, вот, с ростом энергии у нас будет этот мальник регулярно все больше и больше. И когда, скажем, энергия станет достаточной для того, чтобы мальник перевернулся, ну, он начнет вращаться, там, в ту сторону, так сказать. Ну, и на линии, разделяющие, так сказать, эти два режима, так сказать, которые показаны здесь в пункте, называются сепаратрисами. Вот ее уже раньше обсуждали. То есть, фактически, так сказать, движение будет, ну, почти регулярно. Ну, за исключением областей, вот, вблизи, самую непосредственно близости от сепаратрисы, ну, это, ну, как говорится, нерегулярно связано именно с тем, что вблизи вот этих точек, которые отвечают пересечению этих сепаратрис, вблизи этих точек, то есть, ну, небольшая промашка, либо вниз, либо вверх, придет к тому, что характер движения может смениться, так сказать, от инфинитного в инфинитное и наоборот. Поэтому ясно, что сколь угодно слабые возмущения, для сколь угодно слабых возмущений найдутся траектории, которые существенным образом изменят свое поведение, и, соответственно, это фактически означает, что, вот, даже в определенном очень маленьком пивке, вот, будут все-таки, так сказать, эти возмущения приводить к характеризации, траектории, непосредственно прилегающие к сепаратрисе. А что тут уже на резонансе? Вот, значит, что хочу сказать. На самом деле, вот здесь, как говорится, можно вот эти два вида движений, так сказать, как говорится, различать еще и таким образом, что если у нас система находится в фенитном движении, то тогда мы говорим, что она захвачена в данной резонансе. Ну и, естественно, так сказать, для того, чтобы, так сказать, система вышла из фенитного движения и, фактически, режим сменился на инфинитный, нужно, чтобы, так сказать, она пересеклась сепаратрису. Ну и, грубо говоря, когда у нас система, траектория системы лежит внутри сепаратрисы, у нас можно говорить о том, что данный резонанс захватил движение системы. Ну и в случае, когда движение сменилось на инфинитный, фактически, так сказать, уже данный резонанс оказывает лишь относительное влияние, так сказать, на движение частиц, которые, грубо говоря, проскальзывают вместо него. Ну, в принципе, картинку можно периодически продолжить по координате, и тогда, ну, в одном случае, так сказать, у вас получается, если мы, допустим, имеем реально какие-то системы, которые, так сказать, отвечают еще вот здесь резонанс, здесь, то, в принципе, так сказать, когда у нас траектория лежит вблизи вот этой точки фикс-поинта, у нас фактически, так сказать, она живет как раз в соответствии со свойствами этого резонанса, то есть частота ее колебаний, так сказать, вполне конкретно и заданная, вот, а когда частица, скажем, система покидает эту область, то, в принципе, уже, так сказать, ее движение может быть сколь угодно, ну, не сколь угодно, ну, заметно отличающимся по свойствам, по частоте, например, в принципе, так сказать, если мы рассматриваем движение вблизи сепаратрисы, какие-то, скажем, система может колебаться вот внутри одного резонанса, потом пересечь сепаратрису при наличии внешнего воздействия, перескочить на другую и так далее, но это одна часть саги. Вторая часть саги состоит в том, что, на самом деле, вот в отображении, имеют, отображение тем интересно, что оно описывает не только один резонанс, так сказать, то есть даже если мы имеем движение, периодически ограниченное периодом по есть два дня, есть еще период по импульсу, вот, и тогда, фактически, так сказать, есть еще и другая возможность, вот, если, допустим, у нас, скажем, уже не исчезающий малой, то тогда, в принципе, система может так вот так разгоняться внутри, и при пересечении сепаратрисы она выйдет в область вот инфинитного движения. Если, скажем, следующий резонанс по импульсу находится достаточно далеко, то вероятность, что она достаточно быстро туда дойдет очень невелика, потому что вот все эти возмущения, они возмущают вот эти практически регулярные траектории на очень небольшую величину. Сейчас, а здесь вот роль возмущения на регулярных траекториях, кто играет? Ну, роль возмущения, вот, конкретно в этом, как говорится, отображении, когда у нас К-конечное, на самом деле, так сказать, играет именно вот дискретность наличия этих палочков, потому что, фактически, так сказать, ну, динамика независимости от времени оказывается лишь только для случаев, когда эти палочки идут с очень малым периодом, ну, и тогда, фактически, так сказать, получается, что вот эффективно эта система консервативна. Это как вот, например, есть, ну, маятник в быстром движущем, в быстром меняющемся поле, тогда возникает некоторый потенциал, что может и вверх стоять, и вверх стоять. То есть, когда усреднение по очень высокой частоте, так сказать, становится, ну, фактически, так сказать, приводит наличие вот этой переменной силы некоторых, именно, квазистатический потенциал, потому что движение консервативно. Но, на самом деле, так сказать, если мы увеличиваем интервал между толчками Т, то приближение быстро осциллирующего внешнего поля становится уже неприменимым. В общем, это, по сути дела, означает, что если мы двигаемся со стороны предела малых к, то это означает, что к такому, как бы, станционарному, усредненному потенциалу добавляется еще какая-то переменная сила с достаточно высокой частотой. А что здесь быстро осциллирует? Ну, фактически, так сказать, если мы будем, как бы, более-менее, так сказать, сейчас, это самое, отображение... То есть, правильно бывает, что у прямого ХК я вот, начиная вот эти, могу разложить вот эти уравнения до следующего члена. Ну, вот у меня есть вот эти уравнения, да, отображения. То есть, если я только первичное разложение потенциалу, то он получил уравнение гамильтона, да? Да. Если следующее, то получу некое возмущение уравнение гамильтона. Вот так. То оно или... Ну, фактически это одно. Фактически это одно. Ну, можно еще и по-другому здесь сказать. Вот смотрите, здесь вот, как говорится, если посмотреть на эту функционную силу, вот, то на самом деле, так сказать, ее можно разложить в ряд фурье. Вот. Ну, и тогда получится что? Получится набор неких частот, включая нулевую гармонику, так сказать. Вот. Ну, и фактически то, что, так сказать, в пределе дельта, стремящемся к нулю, мы имеем, то, что, так сказать, все остальные гармоники, как бы, разъезжаются на большие частоты, уходят, да? И остается, как бы, нулевая гармоника. То есть, происхождение вот такого предела, когда у нас дельта стремится к нулю, как бы эффективного постоянного потенциала, можно понимать еще и так. что, фактически вот, если мы, вот, мы, вот, не периодически, в силу с периодическими толчками с интервалом дельта, то есть, вот, вот, ее курьер-отложение фактически, так сказать, нулевая, нулевая, ну, в силу периодичности, так сказать, это, как говорится, с силой тоже будет дискретным, вот, потому что И гармоники будут представлять набор дельта-функций, но расстояние между ними уже будет 2π на дельта. Если дельта стремится к 0, то все гармоники кроме 0 оказываются с очень высокими частотами. Это фактически означает, что мы получаем тот квазистатический гометариан в пределе дельта стремящегося к 0. Гометариан 63. Дальше, если мы дельта начинаем увеличивать, то тогда на самом деле вот эти частоты уже сдвигаются в области низких частот и фактически эти частоты уже становятся не столь велики, они уже оказывают влияние на динамику системы, поскольку они оказываются уже с сопоставимыми с собственными частотами системы. Ну и если мы в пределе малых дельт этих гармоников могли просто отбросить, то при конечных дельтах они уже могут играть существенную роль. Так понятно, да? Ну, что у нас, как говорится, реально, так сказать, к чему это реально приводит? Ну, как говорится, у меня картинки с генерированным численным счетом регулярно в пределе не оказалось, но на самом деле она практически не отличается от того, что здесь нарисовано, поскольку там движение идет по линиям, так сказать. Фактически, так сказать, что здесь показано? Здесь показано, на самом деле, положение системы в последовательный интервал времени. То есть, по сути дела, когда мы рассматриваем отображение, надо иметь в виду, что то, что изображается на картинках, это не есть, скажем, реальная траектория, по которой движется, допустим, частица. Это просто набор пересечений, так сказать, вот... Ну, она фактически, да, она фактически, вот, на самом деле, вот, если смотреть здесь, то она так, 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 как-то, допустим, прыгает. Ну, по сути дела, это... А, то что она не последовательная траектория движется? Нет, не последовательная. То есть, ну, да, по сути дела, так сказать, важно то, что вот эти, как говорится, точки, так сказать, в случае регулярного движения ложатся на линии. Потому что, вот смотрите, что мы реально имеем? Мы имеем, на самом деле, здесь не последовательное вычисление траектории, так сказать, в близкие моменты времени, а мы имеем, вот, результат вычисления траектории через какой-то конечный интервал. Понятно, что, вот, шансы, что эта точка, так сказать, вот, вот, что, например, вот, п шлих и п, так сказать, окажутся близкими, там, или икс шлих и икс, икс, икс окажутся близкими, ну, практически исключены, потому что мы видим здесь конечные разности, поэтому ясно, что, вот, как раз на эти конечные разности, вот, реально, так сказать, точка, обозначающая состоятельность системы после последовательных моментов времени, будет проверенна. Вот так, да? Получается, у нас вот это, ну, то, что человек придумал, это у нас хоть непрерывный неописок, но можно все это, что приближает, и мы получим. Ну, по сути дела, да, вот, если у нас, скажем, речь идет о каких-то, скажем, частотах, так сказать, здесь есть, как бы, два параметра. И, если, вот, давайте рассмотрим, действительно, вот, чтобы сделать полную ясность вот эту траекторию, да, у нее есть какой-то свой период. Этот период, разумеется, имеет мало общего с периодом, вот, дельта или т, там, большего. Поэтому ясно, что, вот, в принципе, так сказать, здесь будет, если мы рассмотрим конечное число шагов по времени, здесь будет конечный набор точек. Дальше, так сказать, ну, очень, поскольку, так сказать, период в нелинейном осцилляторе меняется плавно, то, с большой вероятностью, так сказать, период движения вот этой траектории и период толчков находится в дирекциональном соотношении. Ну, и, соответственно, так сказать, как говорится, будет, вот, в случае регулярного движения, здесь, вот, некая такая вот плавная линия. Вот, то есть она, фактически, если подождем достаточно большое время, то эта линия сплошным образом будет наполнять вот эту, скажем, как бы траекторию. То есть, еще раз, как говорится, вот, конечно, вот, хотят, если это очень похоже на то, что мы рисовали, вот, в случае, так сказать, когда мы рассматривали просто тигуру, что очень похоже на те самые траектории, но, конечно, это все-таки не траектория, это просто сечение под коры. Вот, то есть, фактически, мы делаем, скажем, измерения только с интервалом, каким-то T, промежуточным значением и никаким образом не отслеживаем, и получаем, так сказать, набор дискретных точек, которые постепенно заполняют, как бы, континул вдоль регулярной траектории. Вот. Но, в принципе, в принципе, на самом деле, так сказать, если, вот, говорить строго, то, на самом деле, вот, в этой нелинейной системе есть резонансы высшего порядка. Вот. И эти резонансы высшего порядка, так сказать, они могут означать, что, если вы попадаете, они могут располагаться на этой же, так сказать, фазовой плоскости, и, вот, может быть, как говорится, вот, сейчас постараюсь пояснить, если мы, вот, рассматриваем, вот, периодичность по импульсу вот в этой системе, то, вот, те, вот, резонансы, которые являются, по сути дела, свойством периодичности этого отражения по импульсу, эти резонансы называются основными, вот, резонансами. Ну, кроме этого, так сказать, на самом деле, вот, в динамике этой системы есть резонансы, которые лежат между основными состояниями. И, фактически, так сказать, если мы, вот, будем сколько угодно точно изучать вот это отображение, то, ну, здесь прорисуются резонансы, которые могут захватить, скажем, траекторию вблизи вот этого резонанса, например. Ну, обычно это выглядит так, что вот каждому резонансу здесь, каждой области, так сказать, регулярного движения здесь будет, соответственно, симметрична просто в силу симметрии по времени, так сказать, в этой системе, так сказать. Поэтому ясно, что вот эти вот дополнительные резонансы будут появляться парами. Понятно почему, да? Нет. Если у нас симметрия времени, так сказать, есть, то тогда t на минус t, так сказать, должно дать ту же структуру, но изменить знак p. Понятно? Ну, понятно. Откуда резонансы, например? Ну, резонансы связаны, ну, здесь их, конечно, трудно, так сказать, увидеть, но это просто связано с тем, что, так сказать, ну, тут, к сожалению, это можно пояснить на языке, допустим, теории возмущения. Если вы, допустим, решаете задачу для нелинейного осциллятора, то там фактически, так сказать, есть резонансы высшего порядка, связанные с тем, что когда вот гармоники силы и гармоники движения попадают в резонансное соотношение. Если сила у нас, допустим, даже срог гармоническая, но в нелинейном, допустим, в четвертичном, наверное, потенциале, у нас есть всегда высшие гармоники. И когда у нас, например, простой пример, высшего резонанса, когда, допустим, у нас есть потенциал x в четвертый, добавка есть альфа, x в четвертый, то тогда фактически, так сказать, есть слагаемые, связанные с тем, что при вычислении x в четвертый у вас есть не только там удвоенные частоты, но и четверные частоты, но и, соответственно, так сказать, если это каким-то образом... Сейчас... Ну, допустим, если у вас частота системы вдвое меньше, чем частота вот этого внешнего воздействия, то тогда ясно, что вот в нелинейном осцилляторе у вас резонанса не будет. А если, скажем, вы добавите в него слагаемое x в четвертый, то тогда возникнет, так сказать, фактически, так сказать, удвоение и гармонии с удвоенными частотами, которые, по-своему, прорезонмируют с этим... с внешним полем, которое до этого не вызывало никаких признаций. То есть, на самом деле, в нелинейной динамике всегда есть, скажем, и по возмущающей силе, и по движению собственной системы, и поэтому там уже фактически, если, допустим, имеется какое-то... в данном состоянии собственная частота будет, допустим, омега-0, допустим, у системы, а собственная частота, допустим, внешней силы будет обозначиться, допустим, омега-0, то в том случае, когда, допустим, n равняется m, эти частоты находятся в каком-то рациональном соотношении, и фактически всегда будет экзонанс. А это именно связано с затажением Чизикова? Нет, это вообще, это для любого... Я имею в виду вот то, что вы говорите, что тут же из нас появится, это связано с какой именно отображением? Ну да, у нас есть, во-первых, так сказать, эти толчки, которые, так сказать, имеют набор дефункционный потенциал, имеют... то есть дефункционные толчки, они имеют, ну, довольно большой набор гормонов, так сказать, не убывающих. Поэтому, так сказать, ясно, что вот... набор частот кратных 2b на T большое, так сказать, у вас просто всегда есть. Дальше есть еще у вас нелинейность вашего эффектива. вот если мы смотрим вот наше... ну, если идем со стороны малых К, тогда там вот фактически у вас есть нелинейный эффективный потенциал, в котором болтается ваша система. И вот, соответственно, вот гармоники этого движения, они... есть не только, так сказать, гармонические составления, то есть наименьшие частоты, но еще все кратные им. И когда вот эти частоты попадут в такое соотношение, то тогда, фактически, так сказать, у вас образуются резонансы следующего порядка. Ну, по сути дела, так сказать, есть, как говорится, на самом деле, здесь какие-то резонансы более в высшем порядке, и иногда они здесь порождают картинку, которая выглядит так, что у вас, на самом деле, как бы вместо траектории имеется куча каких-то, допустим, точек, например. То есть дискретные, фактически, вот, линии. То есть фактически это означает, что у вас, на самом деле, так сказать, есть резонанс между возмущающей силой и периодом движения вот в данном уровне. Разумеет артефакт этого уровня, да? Это, в каком-то смысле, отражение довольно часто встречающейся ситуации, в смысле, в жизни. То есть это, в каком-то смысле, наоборот, отображение вобрало в себя вот все, как говорится, такие ситуации, которые возникают в реальной жизни. Потому что наличие резонансных социальных подобного вида, оно, скорее, типичное, чем исключительное. Вот. И поэтому, если мы рисуем вот этот резонансный портрет, то, на самом деле, надо понимать, что это есть резонансы высшего порядка. Ну и что еще можно сказать дополнительно? Так же, как и в случае, когда у нас, скажем, обычные, скажем, нелинейные, там, осцилляпы, то есть там периодические силы, которые изучают обычно, на первом плане, на механике, так сказать, высшие резонансы оказываются тем сильнее, чем сильнее амплитуда колебаний, соответственно, так сказать, и роль высших гармоний возрастает с амплитудой колебаний. Точно так же, по сути дела, так сказать, здесь тоже, вот, роль высших резонансов, конечно, все больше и больше проявляется с ростом команды. Еще раз, какой резонанс будет выводить, если вы говорите выше, как он? Вы рисуете картинки, как вы видите? Ну, конкретно, так сказать... А, вы знаете, я бы, в смысле, как учили? Я вам сейчас покажу, как картин-то будет, на самом деле, численно моделированный. Понятно, что эти резонансы хорошо себя проявят в случае, когда вот возмущающая сила достаточно велика. Ну, и после вот такого долгого, так сказать, обсуждения регулярного движения, так сказать, я сейчас хочу перейти к этому самому, к движению нерегулярному. На самом деле, движением, в котором нерегулярность уже становится существенной, и, соответственно, так сказать, все эти нерегулярные, как говорится, и резонансы в том числе, начинают себя проявлять. Значит, прежде всего, я хотел бы, может быть, несколько слов сказать о существовании вот такой границы для... Ну, я еще раз подчеркну, у нас в классическом случае основным параметром здесь является параметр К большой, который, на самом деле, так сказать, определяет степень хаотичности динамики. Оказалось, что, на самом деле, так сказать, ситуация довольно любопытная. То есть, если мы... Ну, заранее нужно было ожидать, что вот переход от, скажем, хаотической, от слабо хаотической ситуации к сильно хаотической будет столь резким. Но вот, по сути дела, оказалось, что когда такая большая порядка единицы, у нас движение внутри системы уже становится, так сказать, сильно хаотизированным, и, по сути дела, так сказать, система начинает вести себя хаотическим образом. Какой смысл вкладываться в эти слова? Дело в том, что, если мы находились в ситуации с малым К, то там у нас частица, посаженная, допустим, в область регулярной динамики, там под сепаратрис, это простоты, она там могла оставаться вечно практически. То есть, вероятность ее выхода за счет каких-то там высших резонансов экспоненциально была подавлена. Вот. И, по сути дела, так сказать, это и давало нам причины, считая, что вот, когда камень еще некогда хаотического динамика, в основном регулярная. Вот. Наличие, переход в нерегулярную динамику означает то, что, так сказать, если вы, вот, находитесь где-то там в произвольном положении под сепаратрисы, то за вполне конечное время, достаточно быстро вы выйдете из под сепаратрисы и пойдете, так сказать, выйдете в область инфинитного движения. Вот. Ну и, если, вот, здесь быть чуточку, так сказать, детальнее, то, на самом деле, так сказать, это означает, что у вас, вот, есть достаточно сильное возмущение вашего движения, в том числе и в области под сепаратрисы. И, по сути дела, так сказать, это означает, вот, что на данный резонанс что-то еще оказывает влияние, так сказать, что приводит к разрушению регулярного движения. Ну, суть происходящего явления состоит в том, что, на самом деле, вот, переход от регулярного к хаотическому движению совпадает с началом перекрытия, вот, резонансов. То есть, в этой системе это резонансы, которые периодически расположены по оси, по импульсам. Ну, и, фактически, так сказать, это, как раз, вот, ну, тот момент, когда у нас, фактически, так сказать, вот, когда резонансы начинают перекрываться, то из одной резонансной области частица может быть захвачена в другую, так сказать, и дальше она может, как бы, вот, переходя от резонанса к резонансу, ну, совершать достаточно, скажем, непредсказуемые движения. Здесь есть еще один нюанс. На самом деле, так сказать, если бы мы рассматривали только основные резонансы, то, вот, соответствующий именно, вот, критерий перекрытия резонансов, ну, фактически, так сказать, означал бы, что, вот, характерное расстояние между, вот, период, период, который имеется в этой системе, он должен совпасть с шириной резонанса. Вот, ну, и, по сути дела, так сказать, если делать, вот, буквально, процент, вот, тогда, фактически, это привело бы к границе, к критическое порядка два с половиной, два-три, так сказать, вот, ну, или, можно сказать, порядка пи, там, ну, то есть, граница характеризации возникла бы при почве значениях К, но вот, то, что она возникает при меньших значениях, на самом деле, это, вот, непосредственное проявление уже резонансов следующего порядка, который тоже достаточно, скажем, явственно прорастает между этими, скажем, основными резонансами. Вот здесь, конкретно, вот, вот, большие эти области, это основной резонанс. Видно, что вот внутри вот этой области, на самом деле, движение еще остается регулярным, но движение, которое, так сказать, на краю этого резонанса, оно уже сильно хаотизировано. Ну, то есть, ну, можно спросить, а почему там точек нет внутри, или они высказываются? Ну, на самом деле, так сказать, здесь делалось, это, как говорится, картинка получалась таким образом, что сажали частицу в область, где она находится в хаотическом движении. И тогда, вот, вопрос, здесь фактически ответ на вопрос, вот, если частица попала в хаотическую компоненту, какие части фазового пространства она посетит? Вот, то есть, ясно, что если есть область регулярного движения, то она туда не попадет. А, может, она начнет с конецом себя? Ну, да, но поскольку есть обратимость по времени, то тогда она не могла бы оттуда выйти, правильно? То есть, если мы кинем сюда, то у нас появится здесь еще оставшаяся регулярная траектория. А, то есть, картинка фактически инвертируется, если мы будем кидать резонансы, да? Да, 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 именно так. Вот, и что здесь видно? Вот, зачем этот картинка получить? Не будет. То будет регулярное движение. То есть, на самом деле, здесь вот К лишь чуть-чуть превышает К критическое. Ну, К критическое, на самом деле, 0,9, там какие-то точки, просто цифры я наизусть не помню. Но его с хорошей точностью можно считать равным единицам. То есть, качественно, эти вот левые и правые картинки, они не отличаются в этом области, где регулярные движения? Да, они исчезают, да. То есть, фактически, здесь что-то означает, что когда мы меньше К критического находимся, то там у нас, на самом деле, вот эти резонансы, так сказать, практически занимают все пространство, в области регулярного движения. И лишь только тонкие слои вдоль сепаратриз. Кстати, сепаратриз не только вот основных резонансов, но и резонансов следующего порядка. Ну, просто, так сказать, сепаратрисы, отвечающие резонансам высшего порядка, при слабых возмущениях, они просто-напросто заметно менее устойчивы, так сказать. И, по сути дела, то есть, меньше захватывают. То есть, по сути дела, получается, что? Что, как говорится, когда у нас, ну, я, может быть, нарисую тогда, здесь, к сожалению, конечно, химия нет, но, да, ну, вот. И если мы рисуем ситуацию, например, действительно, имеет смысл ее показать, вот, как говорится, сепаратрица одного резонанса, а вот сепаратрица, допустим, другого резонанса. Между ними, на самом деле, есть область регулярного движения. Нет, это основные резонансы, просто это дело за счет периодичности по П. Значит, что происходит, вот, когда у нас К малор? В основном, характеризируется вот в области, вот, в этой части, ну, как говорится, если там не продолжать, вот, как-то так вот, вот так. Ну, и, собственно говоря, это первое. Если, конечно, очень точно, так сказать, пытаться большое количество, так сказать, сечений смотреть, то, конечно, вот, если, как говорится, и бросать вот такие точки, так сказать, в произвольное, так сказать, месте, то тогда прорисуются еще какие-то дополнительные резонансы, которые, так сказать, в следующем порядке, вот, как-то так могут. Но вот пока у нас камень ЧК критического, вероятность перехода с одного резонанса на другой практически, так сказать, экспоненциально мала. То есть, по сути дела, движение оказывается, вот, почти во всей области регулярно, и если, допустим, даже просто хастизуется влизи с партий, скажем, отдельно взятых резонансов, то это приводит лишь только к хаотизации вот в этих небольших областях, но вот в остальной части фазового пространства движения регулярно. Вот. Дальше, что происходит, когда вот мы приближаем как единицы, вот эти области расширяются вот так. Там раньше чуть-чуть внутрь, там, ну, и, соответственно, вот этот первый эффект, вот. Но я еще, наверное, важный, должен сказать, эффект, который состоит в том, что на самом деле у нас еще вот эффективно, так сказать, этот резонанс приближается к этому. Потому что периодичность зависит от этого самого. Как лучше? Нет, но он не линейного сверху, это же сверху резонанса нет, как бы того, да? Это не линейный резонанс. Это, точнее, даже не совсем, это, это, если вы имеете в виду майзи, майзи нету, да. То есть, это как раз свойство отображения. Но, фактически, простой смысл физически стоящий за этим состоит в том, что вот если вы включаете вот этот самый потенциал толчка, через период, то у вас есть резонансы связанные как с тем, что, так сказать, у вас один оборот сделал, так, если какую-то часть оборота, так, несколько оборотов, плюс эту часть, то есть прокручивание, возможно, да, и с точки зрения вот динамики, эти ситуации не различены, понятно, да? То есть, это как раз еще другое пояснение, откуда возникает периодичность в этом отображении по П. То есть, на самом деле, здесь... А, понятно, тиковы просто представляют, что там... Ну, да, можно вот перед тиковым несколько оборотов сделать, можно, скажем, порядка одного. Понятно, да? Вот. Ну, и тогда получается, что у нас реально, так сказать, эта система, ну, там, на самом деле, так сказать, стабильно, точнее, регулярно, лишь до того момента, как резонансы стали перекрываться. Ну, понятно, что если бы существовали только основные резонансы, то критериям вот того, чтобы начался хаос, нужно, чтобы хаотические области их между собой перекрылись. Ну, наличие, вот, скажем, промежуточных резонансов, вот, вот, и учет того, что, так сказать, с ростом, вот, как эффективно неленивенность в этой системе возрастает, это означает, что вес вот этих самых остальных резонансов, скажем, выше, чуть-чуть, следующий, ну, порядок, потом еще следующий за ними приближается, и тогда, по сути дела, так сказать, вот, как этически наступает, ну, несколько раньше, чем можно было бы ожидать из оценки вот этой перекрытия основных резонансов. Вот, здесь такая ситуация. Ну, и что здесь следует еще подчеркнуть? Вот, как говорится, на самом деле, здесь две картинки. Одна картинка, это мы чуть-чуть перешли, так сказать, этот, как критически. Если бы мы настолько вот вниз бы отошли, то у нас бы просто эти резонансы бы распались, просто была бы сетка сепаратрис, хотя и не пересекающихся друг с другом. То есть, в принципе, пересечения между ними могут быть, но за счет существования экзонансов высшего порядка и соответствующие хаотические слои между этими сепаратрисами будут намного-намного тоньше, чем, как говорится, хаотические слои вблизи основных сепаратрисов. Ну, а здесь как бы вот получается такое, что-то напоминающее фазовый переход по своей, довольно, скажем, резкости. Ну и по этой причине, так сказать, здесь в свое время, так сказать, было некое соревнование, когда вычисляли вот этот как критический с довольно большой точностью. То есть, он сосчитан, по-моему, порядка десятка знаков. А какой критерий был, как критического численности? Как критического? Ну, я вот фактически конкретно эти работы не смотрел, потому что реально там... Ну, сейчас, может быть, погодя, я расскажу, что можно в качестве критерия. То есть, если кодом нет, то он основывается хаосом, да? Да, да. Это критерий этого хаоса. Значит, критерий этого хаоса. На самом деле, это вопрос, к которому я, в принципе, собирался перейти, вот это все встает, как говорится, в плане. Вот оно, может быть, действительно, вот это... Я сейчас... Наверное, лучше открыться... Так и вернемся. Значит, я скажу обжественное. Реально, здесь много слов не написано, которые... Но сейчас пытаюсь объяснить. Значит, если мы, например, вот создали уже... Рассматриваем два случая. Случай вот такой. У нас фактически, так сказать, в этой системе можем... Среди квадратичные импульсы, например, да? И в случае, как говорится, регулярного движения, это просто константа. Ну, достаточно очевидно, что дельта-п изредний, который получается в издате отображения, средний квадратичный, он будет константой. Ну, в случае просто регулярного движения, это просто константа. Это, давайте так, это... То есть, средний по времени. Я в чертой разначил так. Средний по времени, потому что, ну, когда у нас регулярная траектория, рассматривается одна траектория, то мы можем это увеличить рост по времени в этой траектории. Вот это константа. Вот. Но, строго говоря, если учитывать эффекты триподиффузии аунульда, то есть очень медленный рост, так сказать, но который, так сказать, реально, так сказать, имеет экстенсивно малый коэффициент. Но это как раз связано с тем, что у нас хаотические слоники. А какого параметра, то есть временной параметра какой? Временной параметра, ну, там, значит, параметр, на самом деле, так сказать, это некоторые экспоненты, которые, так сказать, отказываются, на самом деле. Ну, и от времени. А, как от времени зависит, да? Ну, от времени диффузионного рост. То есть, ну, постоянное время. Ну, скажем, средний квадрат, как говорится, пропорциональному времени, ну, скажем, какой-то альфа на д, вот, на, так сказать, фактически диффузионный рост, это, вот, ну, в этом случае, так сказать, коэффициент диффузии экспоненциально малый. Вот, это одно мнение. Вот, коэффициент диффузии малый, вот, экспоненциально и, соответственно, так сказать, ну, скажем, в большинстве, так сказать, реальных счетов, если вы не работаете с какой-то там поборочительной точностью, негодкой траекторией до безумно больших времен, вы это не увидите. Вот. Дальше, вот, в принципе, если вот отложить вот этот самый зельто п, давайте, так вот, лучше даже коэффициент диффузии отложить, так вот, коэффициент диффузии отложить, если он, ну, фактически, зака критического, очень мало, но он, скажем, как-то очень, вот, почти не то, что исчезающий, но при подходе, какое-то, наконец, значение имеет, но все равно он экспоненциально поддакивает, то есть, ну, при переходе, где-то, вот, этого значения у нас фактически, так сказать, он начинает быстро расти и потом становится, по сути делал, вот, опционален, так, сейчас, где-то мне тут. Извините, еще, вот этот коэффициент диффузии, у вас они будут зависеть от той культуры, которую, средний квадрат, в числе? Ну, это имеется в виду осветленный по траектории, ну, потому что, реально, так сказать, если вы берете, если вы просто конкретно какую-то траекторию смотрите, то, конечно, вот, он будет зависеть, так сказать, но это мало информативно, так сказать, ну, по сути дела. Диффузия у нас сейчас связана с неточностью усилия? Нет. Диффузия связана, вот, как раз с наличием, вот, перескока от резонанса к резонансу. То есть, ну, нормально же? А, ну, около сифона-триста. Ну, да, когда, вот, скажем, ну, даже вы, ну, я должен сказать, что, если вы, как говорится, вот, имеете регулярное сопровождение, регулярное напряжение, когда у вас растет кап, то это прорастает вовнутрь, но еще внутри какие-то резонансы, так сказать, начинаем тоже, я понимаю, прорастать. И вот, в принципе, так сказать, пока они не перекрылись, эти резонансы, вы находитесь вот в этой области, так сказать. То есть, у вас диффузия очень слабенькая, так сказать, и можно с хорошей себелью большинства считать, что вот этот дельта-п, средне-клогратичный, так сказать, не зависит от времени. Ну, вот, начиная с какого-то, так сказать, критического значения, здесь возникает довольно резкий пеномон, этой зависимости, то есть, если здесь от К как-то экспоненциально зависит, то здесь начинает степенным образом зависеть. Ну, и, собственно говоря, я тут немножко забегаю вперед, форму, если приду, на самом деле, так сказать, тогда, когда вы вышли в область К-больша-клитического, то есть, у вас фактически, так сказать, коэффициент диффузии имеет пропорционер К-квадрат на 2Т с коэффициентом С от К безразмерного порядка и единицы, но не совсем там, как говорится, не совсем порядок, не совсем постоянный. Вот, на самом деле, он зависит достаточно периодически, и с ростом К, он постепенно осцеляется и его затухает. С ростом К маленького. Ну, и фактически это связано с тем, что, на самом деле, когда вы имеете хаотическую траекторию, то она, скажем, хаотична только в пределе больших времен. То есть, пока вы, допустим, смотрите 2-3-4 толчка, то у вас, на самом деле, говорить о том, что спустя, допустим, 3 толчка у вас значение совершенно случайно не совсем корректно. Конечно, зависимость есть, просто память об этом забывается достаточно быстро, но с некоторой конечной скоростью, так сказать. По сути дела, так сказать, вот как раз наличие памяти на траекториях, вдоль траектории, так сказать, как раз порождает вот эту забавную картинку для осцеляции. Но я чуть-чуть здесь перескочил вперед, я хочу немного еще поговорить, туда уже более конкретно, так сказать. Значит, вот у нас возникает хаотическое движение. Естественно, так сказать, вопрос, как говорится, состоит в том, что, собственно говоря, за этим хаотическим движением стоит. Почему, так сказать, движение действительно становится мало, так сказать, предсказуемым. Вот. Но причина, на самом деле, состоит в том, что, скажем, траектории, при каком-то критическом, в основном в своем массиве становятся уже экспоненциально неустойчивыми. Вот. Экспоненциально неустойчивыми, ну и, в принципе, эту неустойчивость можно даже вот явным образом как-то пытаться выглядеть явно. Это можно сделать, например, осмотрев линиеризованные уравнение для этого отображения. То есть, так, здесь ито равняется, ито, без черты, плюс сика, плюс сика, пропущен, да. Вот. Значит, так, сейчас здесь можно даже и печатать, да. Так, все-таки надо будет поправить это все. Значит, короче говоря, делается следующее. Вы вот рассматриваете две близкие траектории. Ну и, соответственно, так сказать, фактически, так сказать, на одном шаге рассматриваете траектории, так скажем, основной траектории, плюс ито, вот, меняете, так сказать, начальные условия. И, фактически, так сказать, вот, таким образом вы хотите узнать вот это отображение, оно является растягивающее или сжимающее, например. Ну, и, по сути дела, если, скажем, пытаться это геометрически пояснить, вот у вас даже как-то такой фазмобилюк сохраняется. Дело в том, что оно может быть по одному направлению стягивающее, по другому сжимающее. Естественно, что это означает? Это означает, что если у вас система, например, вот здесь, как говорится, двумерное, так сказать, то есть импульс и координатор, да, фазовое пространство двумерное, то тогда, фактически, так сказать, у вас это отображение, тоже это являет двумерное, имеет два собственных значения. И, естественно, вот они здесь, кстати, выписаны, вот эти два собственных значения. Ясно, что, ну, фактически, так сказать, вы реализовали это отображение, так сказать, и фактически, так сказать, это будет что? Это вот некоторая матрица, которая преобразует отклонение от траектории, так сказать, при сдвиге на один шаг. И тогда ясно, что вот закон сохранения фазового объема, вот конкретно в этом случае требует, чтобы произведение этих двух, вот этих собственных значений должно быть равно единице. Ну, потому что тогда у вас, скажем, по одному направлению сжалось, а по другому, так сказать, направлению растянулось в одно и то же число раз, и, соответственно, фазовый объем, который есть в произведении, так сказать, этих двух коэффициентов сжатия и растяжения, попросту, так сказать, будет неизменен. Вот, то есть, по сути дела, так сказать, вот это, конечно, можно вычислить в каждой точке траектории. Естественно, так сказать, однозначное, так сказать, толкование, так сказать, возможно, в том случае, если вы, как говорится, усредните по всем траекториям, и тогда вот фактически, так сказать, вас интересует, вот в целом отображение является сжимающим или, скажем так, оно является сжимающим, растягивающим, но нас интересует что? Нас интересует, вот, как поведут себя две траектории, находящиеся близко. Вот, если у нас, например, две траектории отличаются друг от друга на какую-то величину, то это отличие можно разложить по собственным векторам вот этого отображения, и тогда вот по одному направлению, так сказать, это отличие уменьшится, но по-другому, так сказать, увеличится. Естественно, так сказать, если вы сделаете несколько таких шагов, то вот на разбегание траектории влияние будет оказывать то собственное значение, которое отвечает растяжению. То есть, по сути дела, так сказать, достаточно наличие собственного значения, вот это отображение, больше единицы для того, чтобы, так сказать, у вас появились экспоненциально разбегающиеся траектории. Ну, на самом деле, так сказать, это еще экспоненциальная разбегаемость, она возникает только тогда, когда вы подряд несколько так идете вдоль траектории, и, как говорится, всегда у вас есть составляющие, которые домножаются на собственное значение больше единицы. В этом случае, так сказать, по сути дела, можно ввести, ну, ясно, что отклонение будет расти экспоненциально с числом этих шагов, вот, и тогда, по сути дела, так сказать, вас интересует средний логарифм, так, сейчас, вот, ну, если мы поделим на период, тогда это получается, сейчас здесь, так, здесь логарифм от Лянь, то есть пропущу, я себя поправлю. Значит, здесь должно стоять... Можно ввести такую величину, называемую показателем компонента, которая есть, на самом деле, вот, скажем, на ушах, это логарифм от модуля лямбда, это модуль, потому что, на самом деле, отображение может быть произвольного знака, да, вот, и, фактически, так сказать, ну, и, если мы берем отображение, так сказать, если мы берем собственное значение больше единиц, то алгоритм, естественно, будет больше единиц, вот, и нас интересует вот приведенная на период, тогда, фактически, лямбда будет показатель роста, так сказать, экспоненциального на одном шаге. Если мы теперь посредним по траектории, то тогда это будет некоторая лямбда средняя в год траектории, то есть, фактически, так сказать, именно оно и определяет вот скорость экспоненциального разбегания траектории. Ясно, что вот на каждом шаге этот логарифм лямбда при отображении может сильно осцелировать, и, в принципе, так сказать, нас интересует именно вот ситуация, когда вот эти две траектории, так сказать, расходятся экспоненциально. Но обычно это делается вот как. Обычно, так сказать, фактически, так сказать, берут две траектории причисленного моделирования с небольшой раздвижкой пространства в фазовом. И вот расстояние между ними берется как можно меньше и начинают рассмотреть эволюцию этой системы. Ну, до тех пор, пока вот расстояние между этими траекториями не станет сопоставимо с характерным размером изменения вот потенциала вот этого самого видеозмущения, то есть пространственным размером. То есть, ну, и, скажем, с характерным размером в области фенитного движения. То есть, для того, чтобы корректно вычислить вот этот самый показатель липонома, надо просто поддерживать эту ситуацию таким образом, что у вас все-таки, так сказать, расстояние между этими траекториями оставалось маленьким. Ну, почему? Потому что, на самом деле, в разных областях фазового пространства, так сказать, могут быть уже, как говорится, скажем, разные, так сказать, разные механизмы эволюции, связанные, ну, просто с наличием, скажем, некоторых локальных резонансов в фазовой области. Поэтому, фактически, речь идет о том, что вы всегда поддерживаете эти траектории, так сказать, на очень близком расстоянии. Ну, скажем, чисто технический прием, который часто используется, это когда у вас, допустим, расстояние начальное, это могло быть на уровне 10 минус, ну, если, скажем, размер области финитного движения порядка единицы, то это, вот, в практических ситуациях 10 минус 5, 10 минус 10, ну, а когда становится 10 минус 3, условно так, то снова этот размер уменьшают в несколько раз, сдвигаясь этой траектории поближе и снова, так сказать, я говорю, будет, но с учетом, так сказать, как говорится, того, как это расстояние, так сказать, набегает, вычисляют средний, вот этот самый, показатель липунола. вот, значит, что, как говорится, вот это дает, на самом деле, это дает, на самом деле, к тому, то, что, так сказать, скажем, если мы возьмем какой-то начальный фазовый объем, занимаемый траекториями, то эти траектории будут по какому-то направлению разбегаться, а по-другому на самом деле экспоненциально сближаться. То есть, если речь идет, допустим, вот у нас имеется какая-то такая область, так вот, значит, для нас просто круглая, да, во всех направлениях примерно динамико, то спустя какое-то, так сказать, расстояние она экспоненциально сожрется в одном направлении и экспоненциально растянется в другое направлении, но это, как говорится, в небольших временах. Дальше, понятно, что это объем должен постоянно быть. Дальше, допустим, это может попасть в область, где оси сжатия растяжения заведет по другому направлению. Ну и кроме того, разные участки могут загибаться как-то скажем, это будет нечистые растяжения, но еще какие-то деформации. попасть в основном в втором пространстве. Нет, дело в том, что если мы наблюдаем за траекторией конкретной, она идет по разным частям фазопространства. и скажем, если допустим эти траектории как-то на предыдущей эволюции разошлись так, то вновь, как говорится, вновь, куда это пришло, это может принимать уже соответствующее направление растяжения и сжатия может не совпадать. Короче говоря, это может от точки к точке меняться, то есть допустим вот здесь например свои по сути дело это приводит к тому, что структура области занимаемой изначальным набором траекторий резко усложнится. И в принципе это приводит к тому, что фактически у нас область занимаемой этими траекториями то есть если не фазовый объем имеется ввиду а область вблизи которой то есть точек которой находится этой траекторией то есть область которая покрывает этой траекторией на самом деле может расти но в этой области будет большое количество пустон и скажем и участки начального распределения они могут в каких-то направлениях быть экспонциально тонкими будучи растянуты в одно направление экспонциально тонкими то есть по сути дела структура начального распределения очень сильно усложняется вот что это по сути дела так сказать да и вот это дает на самом деле то что если мы допустим как-то грубо структурно посмотрим вот это распределение то есть мы будем разбивать по сути ячейкам скажем ну и смотреть занимаемые фазы объем так сказать то есть если у нас дан если ячейки так сказать имеют конечный размер то тогда количество ячеек в которые так или иначе попадут эти траектории будет расти со временем то есть ну по сути дела я веду к чему потому что вот когда мы допустим хотим начать антропию состояния то логарифм фазов объема то как правило предполагается некоторое грубо структурное распределение то есть распределение усредненное по каким-то ячейкам конечного размера вот тогда вот объем такого фазового пространства будет конечно расти несмотря на то что точное распределение если мы не делаем этого обрубления оно конечно по прежнему остается с тем же самым фазовым объемом вот такая ну как говорится то что занимаемый таким образом объем будет расти это как раз отображает наличие вот именно экспансиального расхождения этих траекторий ну и по сути дела так сказать это означает некий рост энтропии определенной с точки зрения обычной так сказать скажем статфизики когда у вас по сути дела так сказать изучается именно логарифм фазового объема доступного для данной системы то есть я не понял с одной стороны фазовый объем сохраняется с другой стороны за счет чинового вот хороший вопрос значит просто представьте себе что мы взяли вот как говорится разбили наседку нашу фазовую прострацию вот значит что мы называем с точки зрения микроэкономического распределения доступным фазовым объемом это как говорится все эти ячейки означают что мы с конечной точностью так сказать знаем состояние системы но доступным фазовым объемом называется число ячеек в которые захватят частицы вот то есть это не означает что вот траектория полностью заполнит это сплошным образом заполнит эту ячейку а просто в нее имеет шансы скажем с вероятностью порядка единицы попасть вся какое-то время и тогда конечно число таких ячейки будет расти но если мы как говорится не делаем этот рост связан с таким группоструктурным усреднением но если мы не делаем этого усреднения а просто допустим взяли эту функцию и с помощью уравнения Ланжелена точно ее эволюцию посчитали мы получим в итоге безумно сложную какую-то систему в каких направлениях экспансиально тонкие слои будут в каких направлениях это будет причудливаться как-то размазан но можно только сказать что конечно эта сложная фигура будет непрерывной но она будет достаточно сложным образом распространяться все на большее и на большее пространство ну и собственно говоря то что при этом можно увидеть что мы любую систему измеряем с конечной точностью поэтому сколько угодно мелкими мы не сделали иначе все равно по каким-то направлениям эти слои спустя логарифмическое время толщина слоев станет меньше чем размер ячейки потому что в одном направлении растягивается в другом вжимается и поэтому это означает что на самом деле по другим направлениям расползется и у нас фактически будет разрастаться занимаемая фаза объем ну естественно если мы сочетаем с таким грубо струкционным базом энтропии то она будет расти понятно что показатель роста энтропии связан со скоростью экспоненциального разбегания и вот если мы берем достаточно маленький объем то он будет раздвигаться сначала экспоненциально и по сути дела так сказать это на малых временах как говорится будет означать экспоненциальный рост фазов объема но соответственно так сказать и будет означать и вот длинный рост энтропии со временем так сказать спустя какое-то время так сказать когда система более-менее так сказать распределится по энергетически доступной области дальше конкретно в этой системе такой быстрый рост сменится степенным ростом потому что средний дельта п это по сути дела энергия закачан собирающейся системе она будет раздельна диффузиодным образом ну и соответственно так сказать фазовый объем после короткого специального роста перейдет в режим по сути тела линейного роста вот ну вот что хочу как говорится последок сказать в качестве завершения сегодняшней лекции на самом деле наличие экспоненциальной неустойчивости траекторий в области хаотического движения полностью лишает смысла рассмотрения конкретных отдельных траекторий то есть по сути дела так сказать на какую бы мы траекторию не взяли и даже что-то для нее не сосчитали спустя какое-то время вот если мы допустим чуть-чуть ошиблись как говорится с этой траекторией так сказать мы начнем ее вычислять неправильно но с другой стороны с другой стороны так сказать оказывается что вот если мы интересуемся какими-то средними характеристиками то это большой беды не принесет потому что все траектории в некотором известном смысле друг на друга похожи оказываются распределение которое они заметают фазовом объеме то есть ту область она спустя короткое время становится очень мало зависящей от начальных условий поэтому ясно что в случае когда мы имеем хаотический режим у нас вместо траектории обсуждать отдельные траектории бессмысленно более адекватным языком является язык именно распределения функции распределения то есть по сути дела вместо решения уравнений гамильтоновой динамики мы должны больше сконцентрироваться на изучение выравнения ланжевена ну и соответственно динамики функции распределения фазов пространства но на сегодня наверное все равно это все-таки какой критерий хаоса это критерий хаоса перекрытия резонанса это как раз Чейков кстати является автором этого критерия но по сути дела может быть сейчас кажется достаточно лежащим на поверхности но на самом деле по сути дела первым четко сформулировал этот критерий именно Чейков но и с тех пор на его как-то люди занимающиеся хаосом стараются ссылаться то есть в принципе действительно когда говорят перекрытие резонанса нужно понимать что за резонансы каким образом это помогает хаотизации по сути дела если говорить совсем просто хаотизация это возможность перепрыгивания с одного резонанса на другой и в итоге это перепрыгивание становится достаточно беспорядочным и в итоге так сказать фактически вы спустя какое-то время накапливаете ошибку любая ошибка экспоненциально растет и соответственно это означает неустойчивость динамика размешивания в принципе это как бы главное лямбда это на самом деле коэффициент экспоненциального разбегания траектории здесь дина лямбда лямбда маленькая это просто собственное значение в генеризованном отображении то есть ясно что когда мы хотим узнать суть траектории мы должны все понять является наше отображение сжимающим растягивающим и вообще каким оно является на самом деле но естественно так сказать здесь если вкратце на каждом шаге оно может быть каким-то либо сжимающим либо растягивающим но в принципе эти отклонения могут ассоцилировать и тогда при усреднении вдоль траектории средний результат не будет экспоненциально нарастающим это как говорится один случай другой случай если вы например все-таки имеете режим экспоненциального избегания траектории то тогда по сути дела возникает скажем вот это экспоненциальное растяжение ну по сути дела если по какому-то направлению вдвое растянут потом на следующем шаге еще вдвое то это как говорится сумерно по времени дает экспонент по сути дела вот именно этот эффект и является приводит к тому что какая бы скажем изначальная неточность определения траектории не была сколько бы она мала за логарифническое время это неточность достигнет размеров системы и вот и вот последнее что может быть стоит подчеркнуть принципиально наличие финирного движения потому что тогда и возникает конкретный конечный размер системы да если у вас допустим размер системы бесконечный то строго говоря не возникает хаоса в такой системе важно что скажем какое-то время подвигались в этой системе неопределенность возникла возникшая стала порядка размера системы это означает что вы уже не можете предсказать в какой части системы находятся данные частицы например в части фазового объема в части еще есть вопросы? есть но я живу тогда чисто технически я хочу сказать что по самому Лекции каждого другого раза испытывают итерацию не только в смысле продолжения, но и в смысле дополнения прошедшей части. То есть там добавляются задачи какие-то, там добавляются некоторые примеры пояснения, так что в принципе они могут быть полезны даже если рассматривать их в смысле обратно по времени. Я думаю, что я поправлю замеченные сегодня шутки или что потом. Ну в принципе с классикой здесь на самом деле если говорить конкретно то, на чем я сейчас концентрирую внимание, на самом деле есть масса тем, которые мы не коснулись даже, но пришлось как-то на уровне размахивания рук все-таки не вспомнить. Это речь идет о теории возмущений и соответствующим образом, так сказать, резонансных эффектов. Но это на самом деле достаточно очень такая громоздкая и большая область, которая требует специальных технических каких-то, большое количество технических находок. Но, наверное, так сказать, мне кажется нецелесообразно в это дело вникать. А я думаю, что больше надо сосредоточиться на механизмах, которые, так сказать, поражают хаотичность. И, соответственно, что-то позволяет понять вообще откуда это или не берется. Значит, я сегодня, так сказать, про энтропию, вообще-то так на словах сказал, то есть это энтропия, которая, по сути дела, так сказать, если мы видим расширение, так сказать, фазового объема, так сказать, занимаемого системой. То есть в этом смысле есть фазовый объем системой и фазовый объем занимаемый системой. Это немножко разные вещи, какие-то, как я с этим подчеркиваю, то фактически, так сказать, это означает, что у нас за счет разбегания траекторий вот эта энтропия будет расти, несмотря на то, что точный фазовый объем будет сохраняться. Ну, в принципе, наверное, насчет динамического хаоса тоже я так постарался все это сказать. Может быть, еще можно сказать, как говорится, два слова, так сказать, о необратимости хаотической динамики. Ну, практическая необратимость хаотической динамики. На самом деле, так сказать, гамильтонная динамика устроена так, что если у вас есть отображение гамильтонного, то оно имеет как собственное значение по каким-то направлениям вжимающее, по каким-то растягивающее. И в силу гамильтоновости, так сказать, эти собственные значения всегда существуют парами. То есть, так, чтобы их произведение было равно единице, тогда сохранится фазовый объем. Если у нас многомерная система, многосидений и свободы, то там будут соответствующие пары друг друга компенсированы. Вот. Ну, и если мы, допустим, смотрим, вот хорошее, может быть, последнее, так сказать, замечание, если мы смотрим разбегающиеся траектории, вот экспоненциально разбегающиеся траектории, возникает вопрос, а если мы обратим, как говорится, эволюцию, допустим, моделирования по времени назад, то сможем ли мы их, как говорится, просчитать вот именно вот обратную динамику. Вот. Ну, оказывается, оказывается, так сказать, что категорически нет, потому что если мы пойдем по времени назад, то та экспонента, которая была сжимающей, станет растущей. И небольшая погрешность, которая всегда есть в любых практических вычислениях, так сказать, она экспоненциально растет за логарифмическое время. И тогда, по сути дела, ну, если я могу визуально так нарисовать, если у вас, допустим, были две траектории, которые, так скажем, экспоненциально разошлись, что будет, если мы вот здесь измерили, скажем, взяли вот конкретные условия, так сказать, которые они оказались, и пошли по времени назад. Ну, на самом деле, так сказать, с одной стороны, габритоновая динамика, так сказать, обратима по времени. Но, с другой стороны, так сказать, если у нас хоть какая-то погрешность здесь есть, то за время t, порядка, так сказать, единица на показатель дикуноба, так сказать, логарифм, вот это самое, дельта, то есть погрешность, логарифм дельта, так сказать, по модулю. На это время, так сказать, у нас вот эта погрешность вырастет до размера порядка единицы, ну, и, собственно говоря, если в какое-то время это обратный счет будет идти по исходу траектории, но потом, так сказать, это все может разойтись, как говорится, то есть мы снова получим уже другие траектории. То есть это означает, что траектории не имеют смысла, и вот даже вот обратимость габлетоновой динамики в области хаотического движения с практической точки зрения чисто условная. Ну, естественно, там, как говорится, опять будет доминировать показатель габлетоновой лямбды, который реально, так сказать, уже связан с, не с тем, собственно, облачением лямбды маленькой, который был позитивным напряжением по времени, но с его партнером, который, соответственно, так сказать, здесь довольно, конечно, много, так сказать, чего интересного есть, но реально как бы это означает, обеспечивает основы статфизики, так сказать, в которой практически большинство систем, где действительно есть хаос и, соответственно, эргоничность, там, естественно, так сказать, можно уже пользоваться, например, гипотезой гипса о равнераспределении по фазам объема, так сказать. Ну, вот, может быть, самое поразительное во всей этой нелинейной динамике, то, что, так сказать, когда гипс свою гипотезу формулировал, он считал, что хаос обеспечивается за счет того, что большое количество частиц там, но и сложно, как говорится, их просчитать, вот. А на самом деле, так сказать, как мы видим, хаос может возникать и в движениях относительно простых малоразмерных систем. Ну, может, что у гамильтона у нас цепляет? Ну, вот вопрос о негамильтонах. Вот диссипативность, это действительно отдельная тема для разговоров, и там, на самом деле, так сказать, ну, если на скидку, понятно, что как только, так сказать, включаете диссипативность, то есть у вас появляются дополнительные, так сказать, эфициенты задухания. Ну, именно критерий, по которым, так сказать, все-таки гамильтоновость может еще работать, будет, можно этот ход сформулировать так, что если задухание, так сказать, как говорится, вызываемые диссипативными эффектами много меньше, чем вот соответствующие факторы, чем показатели Липунова, да, то тогда по-прежнему гамильтонова динамика будет еще вполне, так сказать, адекватна. Но в обратном случае, конечно, нет. Но зато при включении диссипативных эффектов там возникают, конечно, еще определенные, так сказать, свойства, о которых мы, наверное, поговорим отдельно, это тракторы там, ну и все прочее, так сказать. Ну, ладно. Спасибо, наверное, это хорошо.